Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам напомнить о концерте, который состоится 12 февраля. Это концерт эстрадной группы Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. И сюрпризом будет то, что солировать на концерте будут верхневолжские участники и финалисты телевизионного шоу «Голос». Итак, у нас в гостях сегодня Александр Евдокимов. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Александр, вы опытный музыкант, и у вас есть своя публика, и свои поклонники. Я к их числу тоже принадлежу. Добавило ли вам популярность и участие в проекте «Голос»? Ну, конечно, добавило. Меня стали узнавать не только в нашем городе, но и в других городах, где я бываю. И меня пригласили в ансамбль «Веа Пламя». Я сейчас работаю. Ну, сейчас никто не работает, но мы ждем конца пандемии. Здорово, конечно. Многие конкурсы пользуются своей нездоровой конкуренцией. Что вы можете сказать по этому поводу о «Голосе»? Ну, это не о «Голосе». «Голос» – это суперпроект, это праздник, это радость, это хорошее общение, это друзья. Ну, это очень замечательная атмосфера. Вот я могу только одним сказать – просто суператмосфера, доброжелательная. Продолжаете ли вы общаться со своими, если можно так выразиться, соперниками? Да, продолжаем общаться, да. Ну, не так часто, но во всяком случае продолжаем. Вот с Николаем Агутиным, с папой Лёней Агутиным. Мы работали вместе в Москве. С Музалёва попросила у меня песню, я с удовольствием ей, да, моя песня есть в её репертуаре. Ну, ещё и с некоторыми другими участниками тоже поддерживаем, иногда перезваниваемся. Что вы любите петь, и что любит публика, в частности, Тверская? Ну, я люблю-то петь хорошие, добрые песни, но Тверская публика, она, как сказать, грубо сказать, всеядна и разносторонне. Она любит и популярную музыку, и джаз, и классику. Ну, у нас Тверская публика очень такая, хорошая публика, очень, так сказать, любит хорошую музыку, вот я бы так сказал. В трёх словах буквально расскажите о своём наставнике. Ну, наставник, наставник Леонид Агутин. Ну, его все знают, это замечательный музыкант, супер-музыкант. И меня ещё больше удивляет даже не музыка его, а он пишет потрясающие стихи, просто потрясающие, мне очень нравятся они. Александр, вот то, что предстоит исполнять свои произведения с Центральным военным оркестром, как вы к этому относитесь? Ну, я, мне нет слов, конечно, я отношусь очень хорошо, потому что любой, каждый музыкант хотел бы с оркестром выступить, спеть. Вот я, у меня, к сожалению, такого опыта с оркестром очень мало, и поэтому я с нетерпением жду этого момента, когда я буду петь с таким замечательным оркестром. Я немножко о нём его видел и наслышан, и очень жду этой встречи с нетерпением. Что вы можете пожелать нашим зрителям на наступающем Новом Годе? Дорогие друзья, от всей души я вас поздравляю с Новым Годом, желаю вам, ну, в наши трудные времена, конечно, здоровья, любви, терпения. Берегите друг друга, цените жизнь, радуйтесь и каждому дню. С Новым Годом! 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 Продолжение следует...